Во-первых, потому что обе команды показали скоростной темпераментный футбол, были нацелены на атаку, много и разнообразно комбинировали. Способствовало хорошей, красивой игре и прекрасно подготовленное поле. Честь и хвала работникам стадиона «Метеор». Обновленный Днепр не меняет характера, стиля игры. Команда действует мощно, используя при наступлении фланги. После одной из первых атак по правому флангу и был забит первый мяч чемпионата страны. Багмут делает прострельную передачу и защитник ротора «Осколков» срезает мяч в собственные ворота. Я обращаю ваше внимание еще раз на это. Посмотрите, сейчас это будет, мяч в воротах. Потому что везде сообщалось, ошибочно сообщалось, что забил мяч игрок Днепра Александр Червон. Но вы сами видите, что это не так. Итак, первый гол чемпионата, первый автогол. Вот Багмут на фланге, обыгрывает соперника. И вот несколько футболистов Днепра промахиваются мимо мяча. А «Осколков» попадает. Попадает в собственные ворота. Ротор отыгрался через несколько минут. Нерасторопны оказались защитники Днепра у своих ворот. И Сергеев метров, наверное, с пяти из четырех без помех послал мяч в ворота Городова. Проводя этот матч, днепетровцы, конечно, думали уже о встрече с Бенхикой. И вот это должно быть уроком для защитников. Так вот небрежно у своих ворот играть нельзя. Но потом больше атаковали днепропетровцы. Хотя и гости не отсиживались в обороне. Наверное, на каждые три атаки Днепра следовала атака ротора. В общем, вратаря скучать не приходилось. Эдуард Сон сыграл красиво. Обыграл трех соперников и забил второй мяч. После первого тайма 2-1 в пользу Днепра. Ну, а третий мяч провел Николай Кудрицкий. И эта комбинация получилась красивой, быстрой. Действовали футболисты Днепра широко. 3-1. Победа Днепра закономерна.